По просьбам наших зрителей мы прокомментируем очередной церковный скандал, когда священник сдал ФСБ своего прихожанина за то, что тот поставил свечку за победу украинской армии над российской армией. Ну, когда ставят свечку, то на ней не написано, за что эта свечка. Так что имел место разговор на политическую тему, о котором священник доложил куда следует. Прямо как в романе Солженицына. Архипелаг ГУЛАГ. Ну, то, что доносы и обвинения в государственных преступлениях, как правдивые, так и уживые, используются для личных разборок и интриг, это историческая реальность, существовавшая еще задолго до Рождества Христова. Однако в данной ситуации принципиально важно, что священник публично сделал именно то, за что священников не любили в советское время. Тема священника, как доносчика и агента КГБ, это социальный факт времен СССР. Поясняю, что социальный факт, это когда, неважно, как на самом деле было или как по документам было, но люди уверены, что было именно так, а не иначе. Тему связи церкви и КГБ в советские времена воспил Игорь Тальков. Где священник скрывает подрясы КГБшный вагон, покажите мне такую страну, где блаженствуют хамы, где правители грабят казну, попирая закон. Как аргумент того, что СССР самая плохая страна на глобусе. Жаль, что до наших дней певец не дожил, а то спил бы про то, что сейчас происходит. В принципе, те, кто хорошо знаком с церковно-приходской жизнью, знают, как церковные работники друг друга подсиживают, друг другу гадят, друг друга подставляют, друг на друга доносят. Но это внутренние разборки в сложной иерархической системе. Это так не только в церкви. А рассматриваемое нами происшествие показало, что церковь следит за прихожанами и доносит на тех, кто недовольны государственной политикой. И даже если имело место быть личная инициатива священника, которую позже осудит церковное начальство, то, учитывая существующий имидж церкви, народ воспримет именно то, что церковь помогает ловить недовольных властью. А властью недовольны очень многие, причем недовольны справедливо. Примерно как в России времен царя Николая II. С одним принципиальным отличием, что во времена царя Николая II церковь это государственный орган, куда люди обязаны приходить по каким-то административным делам. А сейчас церковь это дело добровольное, и ходить в церковь не обязательно. Но вот только сейчас ходить в церковь становится опасно, и люди могут просто перестать туда ходить. Наступишь кому-нибудь на ногу, а он донесет, что свечку за победу враждебного государства поставил. Да просто за какого-нибудь умершего родственника Владимира закажешь панихиду. А донесут ФСБ, что таким образом колдуешь на смерть президента, и попробуй докажи, что не так. А еще опаснее стало водить в храм детей. Если раньше православные мамочки старались ребенка отправить в церковь, типа пусть лучше учится в воскресной школе, пусть учится петь, кадила подавать, чем в компьютер играет или по улицам шляется, раз церковь теперь следит за населением, то ведь ребенок может слить, что родители дома говорят о политике, сидя перед телевизором. Или сольет, что какой-нибудь родственник в гостях прячется от мобилизации. А это только начало. Если церковь начинает поддерживать одну из сторон в военных действиях, то есть перестает соблюдать нейтралитет, значит церковь сразу становится военной мишенью. В фильме Овод есть сцена, в которой молодой человек, занимающийся антиправительственной деятельностью, убил священника в храме за то, что этот священник на него донес властям. И этот положительный герой совершил правильный поступок по сюжету фильма. А во времена активности запрещенного в России исламского государства регулярно взрывали мечети по причине симпатии духовных лидеров к одной из сторон вооруженных конфликтов. Так что благодаря действиям какого-то священника увеличилась опасность терактов в православных храмах России. А если учесть, что у многих священников украинское происхождение и полно родственников в Украине осталось, то свои же родные могут бомбу под видом продуктов на канон принести, а пострадавшие типа сами виноваты, знали какую политику ведет церковь, знали и молчали, и смирялись, и соглашались. В общем, все очень плохо. Церковь не просто втянулась в политику, но и заняла в ней самое аморальное и невыгодное место. И как быть христианину, который хочет быть со Христом, но не хочет брать на себя грехи своих пастырей? Каждый будет решать сам для себя. Мы можем только рекомендовать действовать по совести и по разуму. А в истории известны следующие основные варианты, как действовали люди при несогласии с политикой своей религиозной организации. Уход в атеисты или в другие религии, уход в другие поместные православные церкви или в иные христианские конфессии, оставаться в вере, но в церковь не ходить, или принять политические убеждения церковных иерархов и пострадать за эти убеждения. Но страдание за политические убеждения власти – это не страдание за Христа или за религиозные убеждения. Президент может сколько угодно говорить, что мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, но в раю его полномочия президента не действует. Там в раю абсолютная монархия, Иисус Христос – царь, и пускает тех, кого считает нужным. И ему пофиг на то, что земной правитель кому-то что-то наобещал, используя религию для эксплуатации человека человеком. Кстати, тот, на кого донес священник, называется коммунистом. Вот только мне интересно, кто его принял в коммунисты при таком невежестве в области марксизма-ленинизма. В одной из работ товарища Ленина действительно есть идея, что революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Но это не для того, чтобы Германия и Австро-Венгрия прошлись по Красной площади парадом, и их буржуазия ограбила российскую буржуазию, а чтобы превратить империалистическую войну в гражданскую, и под лозунгом «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» делать мировую революцию. Но это пусть коммунисты со своим коллегой сами разбираются. Лично нам интересна политика церкви в современном обществе, за которой мы продолжаем наблюдать. Кстати, если нас смотрят юристы, напишите в комментарии, допустимо ли молиться Богу о том, что запрещено делать самому. Например, чтобы кто-то сдох, или чтобы власть свергли. А то, насколько мне известно, если нет противоправного деяния, но есть желание таковое совершить, то состав преступления отсутствует. И наказывать, соответственно, за него нельзя. Потому что в основе конфликта, который мы сейчас рассмотрели, лежит то, что кто-то неправильно поставил свечку, то есть попросил Бога о том, что запрещено. И, соответственно, священник об этом сделал донос ФСБ. Ждем ваших комментариев! На этом все.